МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покупали то, чем богата здешняя земля. Мех, рыбу, мед. Другая сторона именовалась в честь собора Святой Софии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новгородская летопись свидетельствует. Софийский собор был заложен в 1045 году князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого, по благословению архиепископа Луки, Жидяты. Храм построили за пять лет. С тех пор возвышалась над новгородским Кремлем величавая громада главного собора Вечевой Республики. Недаром кличем жителей вольного города было «Где София? Там Новгород». В храм ведут сиктунские врата, свидетели былой воинской славы новгородцев. Врата – военный трофей, который горожане привезли из покоренной шведской столицы Сиктуны. Створы состоят из бронзовых пластин с рельефными рисунками на сюжеты Ветхого и Нового Заветов. Над изображениями вырезаны надписи на латыни. Под ними – русский перевод. Главная святыня храма Святой Софии – икона Божьей Матери Знамени. В 1169 году осадила город войско Сустельского князя. Архиепископ Новгородский Иоанн приказал вынести на крепостные стены образ Богоматери, дабы Пречистая Дева защитила город. Одна из Сустельских стрел пронзила лик Богородицы. И из глаз ее заструились слезы. Тотчас упала на город великая тьма, в которой нападавшие перебили друг друга. На стенах Софийского собора сохранились фрагменты росписи XII века и многочисленные надписи, сделанные в разное время новгородцами. В соборе существовали тайники. Под полом ризницы хранилась новгородская казна. В одной из стен строитель храма князь Владимир замуровал клад. О нем не было известно никому, ни же слухом, ни же писанием. По рассказу летописца, Иван Грозный неведомо как уведал казну древнюю сокровенную. Царь поднялся на церковные хоры и приказал ломать стену. Из пробитой дыры просыпалось великое сокровище. Древние слитки в гривну и в полтину и в рубль. Вновь вернулся Иван Грозный в город через 10 лет. 15 января 1570 года по приказу царя были опечатаны церкви и монастыри. С колокольни сняли колокола, лишили собор голоса. Святая София стояла немой. Новгородцы ждали в молчаливом страхе, не зная за собой никакой вины. Спустя три дня, говорит летописец, прибыл государь и устроил судилище на городище. Около шести недель продолжалось разрушение великого Новгорода. Новгорода рассказывает, что пролетел над Новгородом в ту пору голубь. Поглядел он вниз и окаменел от горя. И вот уже почти пять веков сидит каменная птица на кресте над куполом Святой Софии, напоминая о том времени. В наши дни крест с голубем перенесен внутрь храма, а над собором установлена копия. Об эпохе грозного царя напоминает богато украшенная молельня, в которой Иоанн IV мог уединиться в переполненном народом соборе. К Софийскому собору примыкает уникальное архитектурное сооружение – Софийская звонница. Первое летописное упоминание об этой постройке относится к 1437 году. На протяжении многих веков она не раз перестраивалась, а в годы Великой Отечественной войны звонница сильно пострадала. Колокола были сняты, в наше время отлиты новые. Звонница восстановлена. Удивительный в своей благородной простоте возвышается в центре новгородского Кремля собор Святой Софии. Величественный и прекрасный стоит он на берегу многоводного Волхова. Гордятся своим храмом новгородцы. Где София, там и Новгород, говорят они. София – значит премудрость Божия. Ты, Господи, не имея ни в чем нужды, благоволил храму сему быть местом Твоего обитания между нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова